В июне в столице Казахстана прошел форум, международная конференция религии против терроризма, в которой приняли участие 63 делегации из 41 страны. Какие идеи, прозвучавшие на форуме, вам кажутся наиболее продуктивными, наиболее внедримыми в нашу жизнь? Я хотел бы обратить внимание, что на этом форуме, или его отличительная черта заключалась в том, что под одной крышей собрались законодатели, причем очень высокого уровня, включая спикеров парламентов, политики, представителей силового блока, экспертного сообщества, средств массовой информации, там отдельная была секция, связанная с этим. И это показало и продемонстрировало, что без объединения усилий, как в рамках национальных границ представителей различных общественных групп, профессиональных групп, решить эту проблему невозможно. Но что еще более важно, и с этим все согласились, это, наверное, была такая красная нить этого обсуждения, что невозможно победить это зло без объединения усилий разных стран и разных государств. И до тех пор, пока мы не перестанем делить на своих и чужих, хороших и плохих террористов, всякий раз будет возникать такие эксцессы, которые не ограждают ни одну страну, как бы далеко она ни находилась, какие бы океаны ни разделяли от очагов террористической активности. А сегодня это, к сожалению, это и Сирия, это и целый ряд стран Среднего и Ближнего Востока. И мы видим, что совсем недавно было и в Саудовской Аравии, которые, наверное, предпринимают мощные усилия для того, чтобы предотвратить такого рода теракты, но они, тем не менее, происходят. И это вызывает особую озабоченность и тревогу, особенно на фоне предстоящего хаджа, когда сотни тысяч и миллионы людей соберутся на святых местах. — Вы являетесь полномочным по делам хаджа в России. Расскажите, пожалуйста, о подготовке паломничества наших мусульман в священные места. — Мы уже провели целый ряд совещаний подготовительных, в том числе впервые провели такое совещание в Крыму, оно было очень представительным. Кстати сказать, обсуждались не только технологические вопросы подготовки хаджа, но и была проведена конференция «Ислам против терроризмов», в которой приняли участие практически все муфтии, которые входят в состав Совета по делам хаджа. Было проведено специальное совещание комиссии правительства Российской Федерации по делам религиозных объединений, возглавляет Сергей Эдуардович Приходько, заместитель председателя правительства. Вот 20 июля будет очередное совещание туроператоров. Поэтому эта работа идет в плановом режиме, во взаимодействии с аудовскими властями. Мы активно сотрудничаем с посольством. Есть, конечно, некоторые прогнозы, связанные с тем, что по двум причинам. По причине курсовых колебаний рубля к доллару, то количество паломников может быть меньше. Ну и это объяснимо. С другой стороны, инфраструктура, особенно в Мекке, еще полностью не восстановлена после реконструкции для того, чтобы принять прежнее количество паломников со всего мира. И вот ограничение 20% действует на этот год. Вместе с тем мы проводим очень серьезную работу. Продолжаем ее проводить, но в этом году делаем на этом особенный акцент. В том, что касается безопасного пребывания наших паломников на Святой Земле. Лесман Александрович, вот совсем недавно во Владимире прошел 6-й парламентский форум, посвященный историко-культурному наследию России. И большое внимание было уделено нематериальному культурному наследию. Вот что подразумевается под этим термином? И нужен ли, на ваш взгляд, отдельный закон, защищающий нематериальное духовное наследие? Вы знаете, у нас и до этого не было особых сомнений, что это очень важная сфера, которая должна подпадать под правовое регулирование. Но сегодня по итогам Владимирского форума, где были приняты рекомендации, зафиксировано прямое поручение Федеральному собранию активнее активизировать работу по подготовке соответствующего законодательного акта. Напомню, что, если мне память не изменяет, 2008 или 2009 год. ЮНЕСКО приняло соответствующую конвенцию о нематериальном культурном наследии. И, насколько я знаю, в целом ряде государств отдельные вкрапления в действующее законодательство, которые регулируют эту сферу, они имеются, они присутствуют. Вот наша задача максимально изучить позитивный и положительный опыт, который есть за рубежом, использовать и максимально адаптировать наши условия, потому что у нас богатейшее, конечно, нематериальное наследие, оно включает и песни, и пословицы, и обычаи, и культуру, и многое-многое другое, которое в прямом смысле не подпадает под понятие исторического наследия в привычном понимании. Культовые сооружения, памятники и так далее. Поэтому предстоит большая работа и отличительная черта Владимирского форума заключается еще и в том, что мы всякий раз готовясь к очередному форуму, к очередному заседанию проводим, мониторинг, что было сделано и выполнено из тех рекомендаций, которые были зафиксированы на предыдущих заседаниях. Поэтому эта работа будет продолжаться, эта работа будет поставлена на контроль и в Совете Федерации, и я уверен, как только новый состав в Государственной Думе приступит к работе, они тоже активно к этому подключатся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!